Классно? Классно, Селена! Что ты делаешь? Ты что, сошла с ума, да? Ты перегрелась, да, Сюня? Привет, мои хорошие, с вами Селена. Своей сегодня новый влог, и сегодня он супер классный тем, что у нас в Ростове открылся новый бассейн. Мне, кстати, кажется, что был в этом районе бассейн, назывался раньше Золото, а сейчас это, видимо, клуб был старый город. Сейчас я вставлю кадры, чем я занималась, почему у меня такая большая отдышка. Мы пришли с малым, здесь большой бассейн, маленький бассейн, мы как раз-таки возле детского, здесь сегодня первый день открытия. И, в общем-то, пока народу нет, но это тем и клёво. Скоро будет совсем много народу. Смотрите, как красиво. А вот детских. Здесь вот такая сцена. Видимо, будут плясать. Ладно, мы загораем. Еще какие-то обращения обещали потом. В общем, я хочу одолеть... То есть я уже одолела, сейчас я вам вставлю этого лебедя. А можно шкурку дать? Вот этот? Денькин, да. Мерси. Не сломай только. Куда полез? Еще здесь есть детская комната. Рисовать можно. В общем, народ подтягивается. Музыка у нас играет здесь громко, потому что мы сидим возле колонок. Настюшка пришла с Наташей и с моим братом. Брат, как всегда, на телефоне деловой. Сейчас приедет еще брат Лены. Еще приедет друзья брата. Короче, народу. Братишка мой уже развлекается. Прыгать пошел. Давай. Ю-ху. Капитер по левому похож. Очень классный. У-ху. Наши люди. Все наши. Наши. Деня махает, да? Ха-ха-ха. 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 Ю-ху. Гамбургами угощают. Все наши, 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 наши. Я спину намазал 50. Мы улетаем. Их. Мы чисто в маленьком бассейне все. В большойке ходим. Вот наши пацаны чисто в детском бассейне отдыхают. Потому что все детки. А, вот оно в чем дело. Я снова обгорела сверху еще раз. Сзади меня брат и сестра. А потом? Брат и сестра. Вот такая обстановочка уже. Прям часам где-то. Мне вот нравится. Что делаешь с лебедями? Лебедь! Переверк. У-ху. 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 Спасибо, у нас вообще, да, балдеи? Настя, которых нет. Миллион 88-го. Сейчас. Сына тоже вон спит. Крепко-накрепко. Хотя музыка тут херачит. Мои телочки. Я говорю, что сейчас. Ты сказала, что мои телочки. Да. Мои телочки. Завтра будем смотреть, да? Не, не завтра. Я не сразу выкладываю. Еще пару дней сюда, может, к Киндорию. А может, нет. Не знаю. Я в детском басике, это клево. Я сгорела просто трынец. Еще фантанка есть. Я сгорела. У меня всегда орит-болит. Сына спит. Крошка Настя встала. А дети, они все такие одинаковые. Просыпаются и... Крошка вообще моя маленькая. Музыка огонь. Понятно. Как диджея зовут? Пападони? Диджей Пападони. Вообще крутой. Такая музыка целый день просто. Да, вот. Я танцую. Я надеюсь, разрешат музыку у Ютуба это выкладывать. Давайте, покажите. Давай, за себя. Давай. Мы пришли домой. Я обгорела очень жестко. Плечи и спина. Все остальное я даже вообще не загорала. Денечка, дай мама скажет. И все, в общем, мы сейчас... Га-га-га. Га-га-га. Гусик, гусик, га-га-га. День, аккуратно. Мама обгорела. В общем, отдыхаем. Я в ближайшее время... Ну, День, бросил тебя. Мы в ближайшее время, в общем-то, не будем выходить на улицу, пока мама не заживет. А у Сыни все хорошо, да? Чуть-чуть-чуть-чуть покраснела. Но я его мазала постоянно. На пятьдесяточки. Все, все. Всем привет. Я хотела, чтобы вы меня увидели в полном ауте. У нас жара. Я думаю, что 40 с лишним в тени. А на солнце все 60. Мне плохо. Я не могу не идти по солнцу. Все равно тут есть повороты, где солнце светит. И вся-вся горюла. Я уже купила пантенол, спрей. Мажусь. Короче, мне плохо. Мне душно. Все горит. Пот течет даже. Да, по сравнению с тем, что вчера было, я такая веселилась. Плавала там водичка супер-пупер. И сейчас просто, просто вообще в ауте. Сейчас мы пришли на массаж. И это жара. И вообще здесь даже в поликлинике душно. Везде душно. Меня соседка встретила. И говорит, что я с тобой? И я говорю, меня эта жара убивает. А я еду вообще просто такая. Никакая. Вот. Еще сегодня нужно сделать машину. И там тоже солнце. Я туплю немного. Малыш спит. Все равно надо разбудить. Я почитала ваши комментарии, кстати. Радуйтесь. Сегодня будет ответочка. Я решила закрыть пару видосов для комментариев. Не сами видосы, а именно комментарии. Я даже рейтинги оставила. Пусть они будут. Я, конечно же, прокомментирую все ваши комментарии. Вот. Сил только наберусь, потому что нужен эмоциональный заряд. Дать отпор. Вот. Сейчас жара. Она размазала меня просто по стенке. И попозже я вернусь. Скажу это все уже, когда я, может быть, дома под кондиционером буду. И... Что-то еще хотела сказать. А я смотрю такая, думаю, что у меня подписчики начали расти. Думаю, из-за чего. Из-за видео мехенди. Смотрю, просмотры хорошие. А нет, там же диск лайки ставят. И вверх сразу мое видео по рейтингам. Поэтому у меня и в друзья вконтакте больше добавляться стали. И подписчиков больше стало. И вообще просмотры выросли. Спасибо вам, хейтеры. Вы делаете мою жизнь более богатой. Ну ладно, я вернусь с вами, и мы пообщаемся. И я подарю вам свой монолог. Вот они. Мои вентиляторы. А вот менять будут мне. Неужели кондиционер сына у нас будет? Мы доехали до сервиса, наконец-таки. И вот нам сейчас тут меняют... Меняют... Вентилятор. Надеюсь, что все заработает теперь. И еще и радиатор мы промываем. Вот. Все сразу делаем, чтобы потом жить хорошо. Все оставшееся время. Ой, ну что, мои хорошие. Пришли мы домой. Уже давно. Уже на самом деле поздно. Сын спит. Я устала. Все у меня болит, конечно же. Машинку сделали. Я обещала дать ответочку хейтерам, которые писали. Которые ставят дизлайки под последними видео. На самом деле целый день ходила. И вот даже вот вам говорила, что там дам ответочку. Такая еще эмоциональная. На самом деле сегодня провела эфир уже. Прямой эфир. И он тоже был такой весь эмоциональный. Я даже там как бы... Ну, не важно. В общем, кто знает, тот знает. Всем привет, кто был в этом эфире. Вот. И мне даже уже нечего сказать. Честно говоря, я не понимаю, что нужно комментировать. Потому что я ничего в этих видео плохого не сделала, не сказала. Я везде отстаиваю свое мнение. Я хочу, чтобы обслуживание было хорошее. Я не хочу, чтобы меня наё, на деньги. А я считаю, что меня реально просто развели на 160 рублей, когда я покупала кофе. Это что касается покупки кофе. Потому что если не нравится, то... Не знаю. Вы смотрите же, наверное, Ивлева, там тоже Лену Летучую. И попробуйте им втюхать что-нибудь, да? Да у нас не умеют готовить вообще, в принципе. Поэтому мы имеем право не платить, если нам не нравится. И я не платила много раз, когда мне не нравится еда, если я её не ем. И я считаю это нормальным. Если люди привыкли платить, вот те, которые ставили дизлайки и недовольные какие-то, потратили молоко там, что-то всё, короче, не хочу даже много об этом говорить. В общем, я не плачу за невкусную еду. Я считаю, что меня должны кормить вкусно. Ну и не только меня, вообще всех людей, что я должны кормить вкусно. И это не звёздность, ничего. Это просто отстаивание своих прав. К сожалению, у нас не умеют отстаивать люди права. Большинство, да? Так замолчать бы там, что-то всё скромное. Ну, тогда вы живёте соответствующе, да? Что касается толстой девочки, да, со складками, это была реальная девочка. Это не был больной человек, взрослый. Если бы она была больна, она, в принципе, это не покупала. Но не суть даже. Мне вообще всё равно, что она там покупает, что делает. Я просто вспомнила картинку, очень знаменитую, в интернете часто ходят. Показывают огромную-огромную женщину с пиццей, всякими плюшками. И показывают девушку с прессом, которая ест салатик просто. Да? Там её после шести не ест. Вот есть такая картинка очень частая. Я даже её вставлю сюда. Это была просто реальность картинки. И всё. Я решила это озвучить. В этом ничего нет такого. И вообще, эта девочка даже ни сном, ни духом о том, что я о ней снимала, и что это была она. Она меня не видела. Я на неё не смотрела. Я никак её ни взглядом, ничем не унизила. Я этим не занимаюсь. Я не пишу негативные комментарии никому. И я остаюсь при своём мнении. И максимум, что я могу, это обсуждать что-то со своими друзьями. А я уже говорила, что YouTube и все мои подписчики, это моя одна большая подруга. Поэтому я решила поделиться своими взглядами. Да, это мои взгляды, это я. И если кому-то не нравится, кто-то решил отписаться, я никого не держу. Вот. И это всё было обращено к тем девушкам, которые хотят худеть, хотят быть стройными, красивыми, а всё едят, едят, едят. И они сами за собой этот момент знают. И вообще я не думаю, что там кого-то это задело. Я не знаю, вообще кого это задело. Люди, вот психология, чистейшей воды. Вот то, что вас задевает, это ваши проблемы внутри. Понимаете? У меня посыл был совершенно другой, и я не знаю, что вы там увидели. В общем, каждый, кто что увидел, какую-то проблему, поищите лучше её в своей голове. Вот. Комментарии я закрыла, естественно, потому что я устала всех блокировать. Я начала читать всё, потом думаю, ай, заблокирую, просто я буду спать спокойно. Вот. Ой, заблокирую. Удалю комментарии, выключу комментарии и буду спать спокойно. Не хочу никому ничего отвечать, вообще здесь смысла нет. Не вижу. Что там ещё были какие-то моменты, какие не понравились там. По поводу мелочей тоже не хочу её носить. Что касается Макдональдса, так это вообще, я всегда покупаю этот гамбургер чисто для того, что... И чисто из-за помидора. Мне без помидора гамбургер этот не нравится. Он сухой. почему я должна не вернуться, почему я должна не возмущнуться. Они заставляют, они сделали плохо свою работу, тем самым заставили не просто там, это не в одну секунду взял, поменял помидор там, или ещё что-то. Это мало ли куда человек отъехал, мало ли куда он спешит. Ну и плюс настроение, жара, всё имело. В общем, ладно, что об этом говорить. На ровном месте каждый увидел то, что хотел увидеть. И поэтому я рада, что отсеялись те лицемеры, которые были, которые говорят, мы так тебя любили, так тебя любили. А тут ты такая стала плохая, просто ужас. Я ещё и не такая плохая. Не надо, пожалуйста, мной очаровываться, чтобы потом так сильно разочаровываться. Я не святой человек, я не идеальный. Я делаю всё, что делают обычные люди, другие. Приходите ко мне в прямой эфир в Инстаграм, и вы увидите, какая есть в реальном времени. И многие мои подписчики, которые постоянно со мной, они меня видят со всех сторон. Всё, мои хорошие, я вас люблю, я с вами прощаюсь, я буду с собой, ничего в себе не поменяю, за каждое слово отвечу. Я вас целую, люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!